Доброе утро! В эфире новости. С вами Владимир Токмаков и перейдем к выпуску. На пригородных территориях Барнаула наводят порядок. Об этом сообщают на официальном сайте администрации Краевого Центра. Так в селе Власиха в поселке Новомихайловка вывозят мусор и ветки, косят траву, пропалывают и поливают клумбы. Также организовали вывоз автомобильных покрышек с контейнерной площадки в районе жилого дома по адресу улица Строительная, 31. Вывезли ветки и сухую растительность на улицах Мамонтово, Новосибирской и Строительной. А теперь о медицине. Жителям Косихинского района не придется ездить в Краевую больницу для прохождения обследований. А врачи смогут проводить осмотры гораздо быстрее и, главное, мобильнее. Об этом в сюжете. Новое оборудование в Косихинской районной больнице ждали не слишком долго, меньше года. Больше всего радовались, пожалуй, аппарату для эндоскопии и колоноскопии. Общая установка для эндоскопии с видео. И, значит, мы сюда же подключаем этот сам аппарат колоноскоп. Такое оборудование даст возможность проводить более детальное и четкое обследование людей с заболеваниями в области ЖКТ. И, как говорят сами врачи, новая техника позволит принимать больше пациентов. Во-первых, разрешающая способность намного выше аппарата. Можно вести съемку онлайн. Можно делать снимки. Можно сравнивать снимки предыдущие с теми, которые будут в последующем. То есть я снимки эти могу отдавать на руки вместе с описанием. Эндоскопическое устройство и видеоколоноскоп – не единственные новшества Косихинской ЦРБ. Сюда поступил аппарат ИВЛ, который способен обслужить все отделение, и не менее важный портативный аппарат для УЗИ. У нас работает на нем специалист, врач ультразвуковой диагностики, а также врач-гинеколог. Он удобен в том плане, что внутри стационара мы можем перемещаться из корпуса в корпус и проводить УЗИ пациентам на месте, тяжелобольным. Пока что из всех обновлений не используется только аппарат для эндоскопии. Ждет новый, более подходящий кабинет. Но уже в августе его планируют перевезти в другое здание больницы и пустить в эксплуатацию. Алина Борисенко, Анатолий Фукс, Новости. Турнир по мини-футболу среди бийских полицейских прошел на стадионе гимназии номер 11. Спортивную честь подразделений отстаивали шесть команд. С напутственным словом к участникам соревнований обратилась заместитель начальника по кадровой работе Межмуниципального управления МВД России Бийская Наталья Кремзер. Мы играем с вами сегодня в зачет стратегиады главного управления. Знаете уже, что в этом году у нас протокеада посвящена столетию «Динамо». Всем участникам соревнований желаю удачи. Но победит, как всегда, лучший. Проходили игры в двух подгруппах. За кубок и почетное первое место боролись сборные отдела полиции Приобский и Межмуниципального управления. Как и в прошлом году, золото у команды управления. За почетное первое место команда МВД России ВИСКО. Третье место у отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Лучшим нападающим турнира признан Сергей Кудрявцев. Лучший защитник Сергей Бороздин. Лучший вратарь Сергей Копцев. В природном парке предгория Алтая в естественную среду обитания выпустили соколов-балабанов. Это часть программы по восстановлению популяции ранее почти уничтоженного краснокнижного вида. Птицы, которых вырастили в неволе, разучились выживать в дикой природе. Поэтому ученые из питомника редких птиц при Алтайском государственном университете готовят их к самостоятельной жизни. А затем отслеживают состояние новой популяции. На этом у меня все новости. До встречи в эфире.